Как рассказать об истории Самары без слов? Необычные занятия проходят в Центре подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу. В зале – будущие экскурсоводы. Им предстоит провести по самым интересным уголкам города – слабослышащих туристов. В помощь – новшество, специальный портфель, где наглядно показано, о чем идет речь. Я могу для женщин очень много объяснять разницу между Ил-2 и Миг-3. Мне значительно проще просто показать. Опять же, мы можем много говорить об архитекторах. Например, это здание построил какой-то архитектор. Какой смысл об этом говорить, если можно показать. Для ребят, которые будут проводить занятия, это тоже упростит задачу. Преподаватели курсов известны экскурсоводы и специалисты по языку жестов. Они учат сурдопереводу. Всегда это было интересно. Это другой язык, особенный язык. А среди волонтеров, как обычные студенты, так и ребята с нарушениями слуха. Среди ребят с нарушением слуха большинство мальчики. Они все увлекаются очень футболом. Мы подумали так, что к нам приедут много гостей, у которых есть нарушение слуха. Есть переводчики с английского сопровождающего, с французского. А вот для того, чтобы люди с нарушением слуха сопровождают жестового, таких нет. Экскурсовод, владеющий и сурдопереводом, и в мировой практике редкость. Для Самары это еще одна возможность повысить туристическую привлекательность. А для ребят не только лучше узнать родной город, но и овладеть уникальным умением общаться без слов. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...